приветствую всех жителей гостей канала hard city у микрофона снова андрей сегодня мы с вами продолжаем проходить игру метро 2033 на максимальном уровне сложности без прицела без худа без чего-либо и с каким-то непонятным дедом который появляется как снег на голову падает просто сверху это самый дурацкий метод здесь никогда никого не бывает ввести какого-то персонажа в сюжета вещь даже крыш нет а ты кто дед с каким-то дедом идти он нам вот чем и годится вот он какой-то типичный отчим они знают что мы здесь подойди поближе к трубам бурбон же об этом рассказывал я говорил слишком долго дед подойди еще раз послушай я сейчас прикладом от калаша сбоку по трубе как у ебу ты просто оглохнешь я знаю этот тоннель знает где-то ты поехал идем же идем же будем больше внимательно это очень опасно прошу тебя другой выключай свет иначе нам придется остаться тут навеки я выключил замри и смотри вперед не думаю что слова кто здесь применимы ладно дед шутки в сторону это уже странно выглядит ну ты поехавший и тебе по кайфу ходить по таким помещениям должны обойти их не прикасайся к силуэтам а к трупам можно точься идем же идем же идем же идем же мы и так идем дед главное не показалось дед слышь главное не бросай меня тут забудь про все рофлы и что я на тебя обижал к обижался я потом по бугурчик по поводу того как ты появился просто выведи меня отсюда дед эту тячу колчан стрел где-то не страшно для от стремная хуйня пиздюка сожрали такое бывает не пасть он конечно ходит такую блять уверенной походочкой дедуля скажешь что нибудь что она артем ты же сказал тут никого нету призрак поезда а ты думаешь глядя он бы что-то сделал это призрак поезда блядь дед подними на этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже блядь я думал это не будет считаться смертью но я просто проверял ну блядь вы потом сказали а чё ты не прыгнули но как можно было не проверить будет что-то или нет блядь ладно хорошо этот дед это не лео галанты этого деда надо слушать все хорошо я просто проверял надо же знать блядь надо знать что она там да подожди я иду не смотри пока отверни кто бы пошел блять с этим дедом в туннеле и стал бы блять устанавливать переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы и те живые что попадает сюда по ошибке становятся частью прошлого зачем мы сюда пошли я не понимаю где ты расскажешь так вот я говорю дойдем же идем уж я говорил что нельзя было не проверить а вдруг дед пиздит но теперь мы поняли что дед не пиздобол так что ладно дед мудрый поэтому слушаем деда если дед скажет прыгать мы прыгаем если дед скажет снять штаны ну что ж деду виднее придется снимать замри и смотри вперед давным-давно тут бушевала жестокая битва и защитники все еще удерживают оборону и как мы пройдем ступай за мной но не отходи ни на шаг ладно хорошо в рофлы в сторону я понял к штанай лапио астериум манта ночи наш святой отче наш святой нас засветиться и готовил опио стариум ты сейчас демона призывешь дед завязываю урал сейчас демоны вон был к штаная стана получается прошли интересно назад можно прочел бы чтобы это осталось нашей тайной это немного личная всем расскажу только на станцию придем когда они погибали я был единственным выжившим мы сотворили с нашим миром страшное кто мы повторимое мы уничтожили не только материальную его часть но и тонкую невидимую кто мы атомные взрывы испарили информационные поля в которых размещались и рай и ад на ужин некуда деваться теперь и даже после смерти человек остается в метро в этих трубах в этих вот прям в этих трубах это не трубы вот трубы дьявол астала и мистерию кастро астала и мистерию кастро нет будем молиться нет я там какой-то шума мы туда идем в своем уме сосредоточься пытаюсь дед пытаюсь где-то чем и стоит мне дверь открыть дед ты хоть бы сказал дьявол глядь дед ты хоть бы сказал что открой дверь а ты говоришь только сосредоточься проклятие этот несчастный стургеневская кажется положение там становится все хуже откуда ты знаешь куда они все выглядят одинаково идем же идем же идем же идем же идем же я тут фонит или тебя радиация не берет аномалия хан был удивительным человек его отвечают да не похожим на других людей и даже не очень похожим на человека вообще я бы скорее назвал его магом колдуном только их не бывает это дед колдун пойдем говоришь не бывает и тут довольно темно ты чувствуешь она приближается я думал для нас пролз замри я тоже почувствовал это чё блять дед может мы отойдем она блять прямо на нас идет дед от на деду виднее она дошла до нас аномалия дадит электро какая-то ты чё нибудь скажешь скажем называем это аномалий да я углу нового мира новые болезни талкеры тоже идем или те по темечку на страшная вещь да ну не особо самом деле она не злее но скажем огня да я зависит от твоего взгляда всегда старайся лучше разобраться в ситуации прежде чем делать выводы теперь пойдем тут небезанную глянь советы дает это типа за то что я его троллил да постараюсь сначала разобраться ситуации какие выводы еще можно сделать когда ты идешь по туннелю метро с каким-то дедом при том странным при том даже неизвестно зачем ты идешь собственно зачем мы идем я не знаю но чувствую что это мы скоро узнаем он нас ведет к корешу нашего отчима или нет сомневаюсь кажется дед преследует какие-то личные причины личные мотивы ты по ком-то где ты проблем нашел чудовище возвращать я поэкономлю пока патроны дед справляйся соло он справляется поярче чем бурбоны кстати у нас теперь новые очень это дед нормально стреляет уже можете подержать счет пока ты там один спал на 1 уж подмогнули но но это блять первый последний раз был дед чтоб больше такой хуйни не было давай-ка я сам так разбирайся а долго еще дед мы еще не пришли дед тут фонарик появляются нет будь наготове чешеваться не стоит размешиваться во что для деда и стану там же не видно ни хрена дед но интересно я понял вопросов не имею в принципе в принципе все понятно вот так оно и происходит жир мой пример да бывает залез отлично я живой пример чего кстати ты не расскажешь нет какая эпичная мужик музыка мы найдем своего настоящего и на дрезину каник впереди должен быть спокоен мы доберемся быстро прошлый раз когда я ехал все от резине это закончилось тем что мне кричали артем артем спаси нас но дед то опытный у нас поэтому кричать явно не будет это мы будем кричать деду дед спаси нас дед помилуй ну заводи погнали нахуй для даже руку как положу под лохотнички а тебя благородная и важная миссия какая думаешь ли ты что люди пульса смогут помочь тебе или тебе просто больше не во что верить один вариант или тебе просто похер мне просто похер в детстве вообще абсолютно я не понимаю которую народе называют проклятой она почти заброшена все кто мог бежали оттуда спасаясь от безжавостных чудовища тургеневская хан привел меня на тургеневскую проклятую станцию ее жители были обречены но боролись за выживание до последнего и все станцию снова атакует пойдем я даже защитникам может понадобиться помощь твоя хан сюда я это ваша станция это все три человека очередная атака да они прорвали внешнюю оборону тут все кто выжил не надеюсь уже дожить до завтра откуда ползут чудовище так обычно из левого туннеля и из перехода тоже отлично взорвать мы отправили они не вернулись да ладно взрыва не было все все деть не смотри на меня послать ты хочешь изменить судьбу своей станции с этой станции судьба еще более безжалостно мы должны помочь найди останки саперной группы у них должны взрывчатки зайди в левый тоннель так далеко как сможешь являли мину и беги назад серьезно это перехода его уже пытались обрушить но упыри похоже прорыли себе путь там где то есть гермоворота постарайся закрыть их или взорвать я останусь с уцелевшими если тварей окажется слишком много замани на нашу позицию это просто мое лицо блять когда дед мне рассказывает что делать должен ой бля что там надо найти способ заблокировать переход и найти бомбу ладно вы хоть дайте мне возможность выйти 5 ну чё ты оборачиваешься так зло когда успел тогда и стал чё у вас патроны закончились что-то как раз пулемет сломал не стреляет перезарядите его что ли я нажимаю кнопку перезарядки но ничего не происходит я понял с вами бесполезно вести диалог идем значит туда опять в какую-то жопу нас посылают целая почему страну блять да не бей на сад реально какая-то проклятая станция аптечек нету хорошо поехали так нам надо куда-то забраться черт знает куда что-то найти что-то подорога нет не надо мяу без мяу что-то мяукают мурлыкают иногда непонятно это ты тупаешь а вот эта бомба у аптечка да все подорвать туннель где как как это сделать какой туннель куда идти да ладно или там где они стоят нет туда надо принести у меня патроны заканчиваются кстати закончится и все придется блять ножом сражаться не туда сюда а тут вот этот туннель все я понял вот какой туннель как там блять дед как там блять дед пел ну-ка вспоминайте хара-кришна хары хара-кришна хары там молиться надо блять дед ты издеваешься как я подругли так ребята я пришел с миром я пришел забрать патроны и подорвать и подорвать они не пускают но у меня есть все чумен подорвать туннель сюда и сюда извините смотряги я ошибся я просто думал этот туннель подорвать бля можно уже тут подорвать блять сука внезапно было чуть-чуть под обосранок бывает хорошо патрончиков только маловато надо поэкономить расходовать тут можно уже подрывать а теперь погнали нахуй отсюда гибанет не должно взорвется а так бегу давай блять не сдохни дед мы справились один дед а вот дед 4 блять злой такой недовольный а я чё сделал так я же заблокировал или это не считается подышать дайте мне способ выйти все можно ладно поехали а теперь видимо надо к смотряга как я понимаю тихо меня смотрящий защитят я надеюсь блять не сюда чуть постоянно думаю что мне надо именно сюда патрончиком немножечко подобрали ладно сюда да вот бы так стоит с тайской этой девочкой можно было сделать тоже понял не вздыхай и нам чего в отспуска самый ад в преисподнюю прямо туда я даже не знаю как туда спуститься да и не надо подрывник достижение дед от я большая я нужен здесь тоннели обрушились я трясу все еще собираешься в полюс тебе придется идти в обход отсюда тебе дорога прямо до кузнецкого моста а потом придется идти через станции принадлежащие или красными фашистам пойдем но да разница типа небольшая хочешь сказать узнецкий мост независимая станция на ней у тебя не возникнет сложности другое дело коммунисты они там строят прекрасный новый мир я там она старыми методами прошли прелести государства строгого режима в лицо на кузнецком мосту разыщи моего знакомого андрея мастера так это я стоя блять андрей мастера блять за тупов чё ты куда меня привел кладешь надежды даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей которые делают у нас людьми да не все одинаковые фотографии какой-то блять девочки это алтарь поклонение девочкам маленьким тоже им поклоняешься да дед но в принципе с твоим видом блять да не удивительно что делаешь мне туда типа в спускаться ни хрена стоит блять ходы знаешь забирайся вы полезли но только честно вы полезли какой-то дед блять открывает вам дверь в люк который очевидно после этого закроет вы бы полезли ладно уж пока нет все зависит от тебя и только от тебя до встречи артём индрей удачи тебе пальцы не придави кузнецкий мост был необычной станции он весь состоял из мастерских тут собирали большую часть оружия обращавшегося в метро я искал андрея мастера но он нашел меня первым ну ладно он нашел меня в зеркале андрей мастер да я дамы лезем блять черепушку пахни ну блин что такое скучно так опять какие-то подвалы метро блин чё так печал и это было ожидает всегда в играх в таких моментах пар наносит урон это было блять предсказуемо чё там за два крестика а это блять не крестики а мне сдалека показалось что этот бакистов стою я андрей это человек выключи свет ну да выглядишь ты по-человечески это главное давай заваливаем это свободная станция станция свободы здравствуйте здравствуйте а где я спать буду покажите мне место но ты поосторожнее станция у нас конечно свободно но красная за нами приглядывают повсюду их агенты ничего не паранойя парень осторожность так что держись поскромнее понял не понял я только 1 мужский совет я только одного деда слушаю и ты не тот дед трое внимание на станции проводится проверка документов всем пройти к месту своей прописки помогайте правоохранительным органам выполнять их работу обыск чего будет отстаньте противные я не такой заткни хлебала готовься к досмотру всегда готов а скажите доктор раз вы уже там не могли бы вы заглядывать и к моей простате а то как не пойду по нужде ну все светится может облучился мерзавец да ты шутом на поставки подрабатываешь петра сянешь здрасте те кто андрей мастер же клоуна ты белый кто это же арестован я его в глаза блядь первый раз вижу вы чё ребят только без рук я сам пойду да вы чё ребят нет какой бежать да это блядь дебил какой-то это корень блядь этого деда блядь ну и кореша конечно у деда блядь свет бля чё наху происходит нюхаем блядь задницу какого-то мужика спасаемся блядь от коммунистов еще такое блядь попадает я не знаю этот мужик показал мне налево я побежал налево чё за подставы чё за подставы я не понял куда мне идти блядь он может по-человечески показалось молодей зачем мы вообще бежим блядь мы не с ним внутри дела мы вообще за маркса за все вот это вот движение построим коммунизм вместе а блядь чё блядь я не верю в бога но в тот день за меня больше некому было ступица и меня спасли друг хана андрей мастер только он смог помочь мне выбраться с этой станции стремный конечно проблема в том что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами тебе потребуется маскировка возьми этот комбинезон натянешь поверх одежды красные сейчас вербуют добровольцев чтобы штурмовать фашистские укрепления как только наберут полный состав ушечного мяса сразу отправит его на передовую можешь поехать на этом поезде зайцем не в первом классе конечно но и платить кровью не придется как только поезд минует блокпосты ты свободен мы чего идем на войну а какой там год я надеюсь 45 уже победа это чё такое и чё это заменяет а понял книжка метро 2033 путевые знаки я понял а это чё такое так не понял что мы подобрали нельзя блять даже подобрать ну ладно взяли какой-то пулемет взяли и взяли и хер с ним посмотрим на него немножко позже потому что время серии уже подошло к концу а значит я вынужден с вами прощаться вы же подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки и всем до новых встреч дорогие друзья а точнее до следующей серии из метро всем пока не понимаете ну что вы ебаные волки Субтитры сделал DimaTorzok